Здравствуйте, ребята и девчата! Приветствую всех на своем канале! С вами Александр, и мы продолжаем прохождение Blade of Darkness. Так. Крепость Немрута. Между горами в форме полумесяцев стоит крепость Немрута, охраняющая древние земли Сарикана. Их повелитель был членом ордена и верным вассалом короля. Некоторое время земли Сарикана были закрыты для путешественников. И до нас не доходило никаких известий из тех мест. В крепости Горлон хранил ключ гробницы великого героя. Мне нужно раздобыть его, чтобы достичь своей цели. Итак. Здесь нам говорится, что в этой крепости хранится ключ от темницы героя. То есть нам уже дают подсказку, что нам нужно найти здесь реликвию. А. Что такое? Б. Нифига он летящей походкой. Ха-ха. Нифига себе это. Вот это у него походка моднявая. Чувак. Да, больше он так не сможет выписывать шагами эти силуэты всякие. Ой, что я несу, непонятно. Все. У меня был слишком плотный график по работе. Все время с утра и уже крыша едет не спеша. Ага. Оп, оп. Что это там? Надрываешься, чувак. Ты тоже хочешь так? Тихо-тихо-тихо. Ну, давай. Голова-то не будет. Ума-то нет. Видя, как разрубили на кусочки напарника бежать. Ага. Сейчас всем голову с плеч посносим. Ну, не всем, но. Ага. Ты что? Думал, меня надо надрить? Серьезно? Ну, ты, конечно, похреновая у тебя затея была. Ты что там, спишь, что ли? Серьезно? Ну, кто спит на посту, а? Вот кто на посту спит? Это очень плохая затея, идея и вообще безответственность. Вот такая безответственность приводит к поражению целой армии. Может привести. нужно быть ответственнее. ух ты. Ага. Аааа. Не застывай. А ты куда пошел? Ага. Ого. Скусть тебя прямо попал. Не фигляйся. Смешно, дураку. Штоносно. на боку. Здесь. А? А? Эй, эй, эй. Тихо, тихо, тихо. Алло, алло. Хорош. Ай, дурочки. Тихо, тихо, тихо. Да прекрати, я сказал. Осторож, друг друга гаси здесь. Вот еще не хватало. Чтоб вы друг друга убивали здесь нафиг. Да, крошки конечно не мало. Эхе, эхе, эхе. Сейчас, подожди. Будет тебе. Эй, эй, эй. Эй, эй, эй. Здесь. Разбегаемся. Здесь. Оп. Совершаем. О, тихо. Я что-то споткнулся об эти рога, что ли. Похоже так. Вот. Разбегаемся еще разок. Оп. Да ты что такое? Нет, ну как так-то? Нет. Допрыгнуть туда можно. Так. Я чуть не пойму. Я что, во что-то запинаюсь? Или еще такое? Да почему я не долетаю? Нет, ну это какой-то... Это противоречит закону физики. Как эта стрела летя... Летящая мне навстречу придала мне ускорение в полете? Сейчас будет тебе. Эй, эй, эй. Есть. Немножко надо было на сесок прыгать. Ти-ка-ти-ка-ти-ка. О, ты что это-то? Занервничал-то, а? Немножко нас покоцали. Все, потому что летать разучились... Ну ладно, бывает. Всякое может быть, да? Что это за звук? Ты что, он так дышит, что ли? Ты что, дрожишь? Чего ты дрожишь? Как осиновый лист алебарда. Да. С тобой что случилось? Здесь лежит у нас топор-убийцы. Это для гнома. Опа. Тут там хрюкает так. Блин. Я слышу звук каких-то кишков. А я! Приятного аппетита! Хорош жрать, давай выходи на бой уже. Да ты что, тупая горилла, делаешь? Иди сюда, давай. Мамонт! Геносытная. Тебя... У меня выносливости не так много. Так что... Ну что, пора с тобой кончать. Да? Все. Наелся. Здесь лежит двойной меч. Это для... Для рыцаря. А тут лежит двуручная балова. Это тоже для рыцаря. Сразу два оружия. Так что... Кто будет рыцарем... Здесь пробегать. Не забывайте оружие подбирать. Ты еще сюда не пойдешь? Эй-эй-эй! Вот тебе и... Эй-эй-эй! Так. Спокойно. Не ори. Я тебе еще и приду. Не переживай. Вот такая засада здесь. Здесь. 13 уровень. Минотавр. Представляете? Серьезный парень. С 13-м-то уровнем. Воу! Спокойно! Что? Как нельзя закромсать? Ну, ребятушки и девчатушки, тоже делитесь своими впечатлениями, своими... Кому, каким оружием больше нравится здесь вообще сражаться? Топорами, мечами там... Может быть, кому нравится... Булавы, какие были. Добьем тебе, давай, лезвием этим. Лезвием. Лезвием. Добивать на тебя буду, ни чем. Во! Был 14 уровень. Стал сразу 16-й. И выносливость, соответственно, у нас по-прибавилось. Тихо-тихо-тихо-тихо, ты чё творишь? Ты щас дам? Эй-эй-эй-эй! Ты щас дам? тем отчаянным лучником. Ага. Тика. Вот с этим вот. Ох, ты какой шустрый, а. Тика. Спокойно. Бунные головы с плеч. Ничего мне нравится вот этот уровень. Снежный, зимний. Приколен на самом деле уровень. Кстати. Здесь лежит броня. Значит, для амазонки. Для гнома. Ну, щиты. Так что. Если что, имейте ввиду. Ну, все. Можем двигать дальше. Медный замок. Ну, уже не железный. Уже более такой прям. Ага. Вот с этим вот будьте осторожны. Ну, в том плане, что если вам нужно будет зелье полного здоровья, то, что он, скорее всего, выпить его вот. То есть. Его нужно стараться убить, как можно... Не дать ему выпить. Потому что это такой... Да-да-да, вот я про что и говорил. Его стоит даже совсем слегка ударить. Слегка задеть, и он тоже его будет пить зелье, это. Угу. Налучился уворачиваться, значит, да? Все. Без щита остался. Теперь я могу посмеяться. Ох. Тихо-тихо. Там сзади, по-моему, кто-то идет, нет? А смеется кто-то смеется. Правильно. Кто-то смеется последним. Ох. Не, ну еще ты, конечно, у вас, ребята, хорошие, да. Ничего не скажешь. Тихо-тихо-тихо. Ключ от дворца. Нет того уже юнца. Здесь не спешим забегать во дворец. Пробегаем немножко дальше. Забегаем вот сюда. Здесь. У нас есть еще одно зелье полного здоровья. А также есть хороший щит. Так, малый щит. Если я не ошибаюсь, у него, по-моему, на 4 тысячи. Отражение, да. На 4 тысячи. В этом уровне очень хорошие щиты. Особенно для рысаря здесь. Сами видели, да, тут два оружия для него есть. Дробящее и режущее. Плюс хорошие щиты. Рысарем, наверное, здесь вообще по кайфу играть будет. О, задергались. Задергались. Давай, иди сюда. Иди сюда. Ну все. Один раз ударил, теперь... Нет, 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 нет. Выпил. Выпил, гаденыш. Ну и ладно, что? Да, щиты их не разбивать нужно. Есть. Один, один щит разбили. Змеиный щит тоже неплохой. Здесь мы берем лук. Разворачиваемся на 180 градусов. И... Ну, лук, в принципе, можно особо далеко не убирать. Да, конечно, очень атмосферно. Очень атмосферные звуки. Здесь кнопку сразу мы не жмем. Сразу бежим сюда. Ну и теперь... Можем нажать на кнопочку. С помощью стрелы. Вуаля! О том, как авиасы договорились создать место, где они будут жить все вместе. И как Иоанна, любимая дочь отца, создал в этом мире прекрасный сад, наполненный жизнью. И как Ангра Майню, князь Тьмы, навестил своих братьев и сестер, и жил среди них. Да, Даркнис. Все, дальше спокойно, смело возвращаемся назад. Игорь Майню, князь Тьмы, князь Тьмы, князь Тьмы. Весело. Весело ему. Тиго. Тебе тоже весело? Ты ж гаденыш такой, а. Вау, да. Тиго. Здесь. Заточенный топор. Это для Амазонки. Средняя броня рыцаря. Ну, пустые суммы, друзья. Единственное, конечно, можно подобрать колчан стрел. Пригодится. Здесь можно сразу пробежать вперед. Прыгаем в колодец. Колодец, колодец. Дай воды напиться. Жутковатое, очень жутковатое место на самом деле. Вот это там. Так, тихо. Блин, я когда первый сюда зашел, во-первых, было очень темно. На моем-то мониторе усевшем. И все вот эти вот звуки меня очень настораживали. У меня было ощущение, что сейчас вылезет какой-нибудь страшный монстр. Будет песец. Так, здесь. Берем что-нибудь. Бросаем. И все. Кстати, можно проверить, сработает ли ловушка еще раз, если вы вдруг замешкались и не успели пробежать. Второй раз она не срабатывает. Двуручный молот. Так, двуручный молот. И... Темно очень. Мне даже не представляю сейчас, как этот носивший монитор сюда добрался. Здесь мы видим не какое-то странное зелье силы, да? Немножко необычное. Хотя, ну, у нас уже имеется в наличии... А, нет, у меня его не стало. Хотя, я его не расходовал нигде. Ладно. Выбрасываем так называемый этаган. Берем ледяной топор. Да, может показаться, что оружие бесполезное для данного уровня. Атаки часа два всего. Но на это мы внимания особо не обращаем. Оружие, ледяной топор. Атака, леденящий удар. Делается очень просто. Защиты практически у нас не снимает. Одно из лучших оружий вообще в игре. В принципе, с этим топором можно вообще всю игру дальнейшую проходить. Так, здесь я сохранюсь, потому что... Здравствуйте, ребята и девчата. Приветствую всех на своем канале. С вами Александр и мы продолжаем прохождение Blade of Darkness. Крепость Немрута. Между горами в форме полумесяцев стоит крепость Немрута, охраняющая древние земли Сарикана. Их повелитель был членом ордена и верным вассалом короля. Некоторое время земли Сарикана были закрыты для путешественников и до нас не доходило никаких известий из тех мест. В крепости горланд хранил ключ гробницы великого героя. Мне нужно раздобыть его, чтобы достичь своей цели. Итак, здесь нам говорится, что в этой крепости хранится ключ от темницы героя. то есть нам уже дают подсказку, что нам нужно найти здесь реликвию. А, что такое? б, нифига он летящей походкой, ха-ха, двигать вот это у него походка дома днявая. Чувак! Ага! Да, больше он так не сможет выписывать шагами эти силуэты всякие. ой, чё я несу непонятно. Всё. У меня был слишком плотный график по работе. всё время с утра и уже крыша едет не спеша. Ага! Оп! Оп! Чё ты там? Надрываешься, чувак! Ты тоже хочешь так? Тихо-тихо-тихо! Ну, давай! Голова-то не будет. Ума-то нет. Видя, как разрубили на кусочки напарника бежать, ага! Сейчас всем голову с плеч посносим. ну, не всем, но... Ага! Ха-ха! Ты что? Думал, меня надо надрить? серьёзно? Ну, ты, конечно, похреновая у тебя затея была. Ты что там, спишь, что ли? Серьёзно? Ну, кто спит на посту, а? Вот кто на посту спит? Это очень плохая затея, идея и вообще безответственность. Вот такая безответственность приводит к поражению целой армии, может привести. Нужно быть ответственным. Ух ты. Ага! Ааа! Не застывай! А ты куда пошёл? Ага! Ого! Скузь тебя прям попал. Нифигадайся. Смешно, дураку. Штонос на боку. Здесь. А? А? Эй, эй, эй! Тика, тика, тика! Алё, алё! Хорош! 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 вот еще не хватало чтобы друг друга убивали здесь нафиг да крошки ниши немало сейчас подожди будет здесь разбегаемся здесь совершаем о тика я чё-то споткнулся об эти рога что ли похоже так вот разбегаемся еще разок да ты что такое нет ну как так то нет да прыгнуть туда можно так я чуть не пойму еще во что-то запинаюсь или еще какое-то почему они долетают нет надо какой-то это противоречит закону физики как эта стрела видеть летящая мне навстречу придала мне ускорение в полете сейчас будет тебе эй-эй-эй есть немножко надо было на и сосок прыгать тика 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 о чуть это занервничал немножко нас покоцали все потому что летать разучились ну ладно бывает всякая может быть да чувство звук почему так дышит что-ли как осиновый лист алебарда до с тобой что случилось здесь лежит у нас топор-убийцы это для гнома глупо потом хрюкает так блин я слышу звук каких-то кишков а я приятного аппетита хорош жрать давай выходи на бой уже еще тупой горилла делаешь иди сюда давай мамонт и насыдные да у меня выносливости не так много так что ну чё пора с тобой кончать да все наелся здесь лежит двойной меч это для для рыцаря а тут лежит двуручная булава это тоже для рыцаря сразу два оружия так что кто будет рыцарем здесь пробегать не забывайте оружие подбирать и еще сюда не пойдешь эй-эй-эй вот тебе и эй-эй-эй так спокойно не ори я тебе еще приду не переживай вот такая засада здесь здесь 13 уровень минотавр представляете серьезный парень с 13 то уровнем вау спокойно чё как нельзя закромсать ну ребятушки и девчатушки тоже делитесь своими впечатлениями своими кому каким оружием больше нравится здесь вообще сражаться топорами мечами там может быть кому нравится а булавы какие добьем тебе давай лезвием нет добивать на тебя буду ничем о был 14 уровень стал сразу 16 и выносливость соответственно у нас по прибавилось тихо 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 творишь на пищу там ей весело тебе надо пойти разобраться с тем отчаянным лучником тихо 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 тих буйные головы с плеч мне нравится вот этот уровень снежный зимний приколе на самом деле уровень кстати здесь лежит броня значит для мазонки для гнома щиты так что ничего имейте ввиду ну все можем двигать дальше медный замок уже не железный уже более такой прям вот с этим вот будьте осторожны но в том плане что если вам нужно будет зелье полного здоровья что он скорее всего выпить его есть нужно стараться убить как можно не дать ему выбить потому что это такой да 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 вот я про что и говорил его стоит даже совсем слегка ударить слегка задеть и он тоже будет пить зелье это научился уворачиваться значит да все без щита остался теперь я могу посмеяться тига тига там сзади по-моему кто-то идет нет а смеется кто-то смеется правильно кто-то смеется последний не ночи ты конечно у вас ребята хорошие да ничего не скажешь тига 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 ключ от дворца нет того и юнца здесь не спешим забегать во дворец пробегаем немножко дальше забегаем вот сюда здесь у нас есть еще одно изделие полного здоровья а также есть хороший щит так малый щит если я не ошибаюсь у него по-моему на 4000 отражения до на 4000 в этом уровне очень хорошие щиты особенно для рыцаря здесь сами видели да тут два оружия для него есть дробящая и режущая плюс хорошие щиты рыцарем наверное здесь вообще по кайфу играть будет но задергались задергались давай иди сюда иди сюда ну все один раз угарил теперь нет 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 выпил выпил гаденыш ладно чё щит их не поразбивать не есть один один щит разбили змейный щит тоже неплохой здесь мы берем лук разворачиваемся на 180 градусов и ну в принципе можно особо далеко не убирать да конечно очень атмосферно очень атмосферные звуки здесь кнопку сразу мы не жмем сразу бежим сюда ну и теперь можем нажать на кнопочку с помощью стилей вуаля о том как ависты договорились создать место где они будут жить все вместе и как и она любимая дочь отца создал в этом мире прекрасный сад наполненный жизнью и как ангра аэээ майни у князь тьмы навестил своих братьев и сестрер и жил среди них да дартнес все дальше тут спокойно смело возвращаемся назад не а и и а и и и и и и и и весело весело ему тига бы тоже весело ты ж гаденыш какой а уау да тебя здесь заточенный топор это для амазонки средняя бронеры единственно конечно можно подобрать колчан стрел пригодится здесь можно сразу пробежать вперед прыгаем в колодец 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 дай воды напиться жутковатое очень жутковатое место на самом деле вот это практика блин я когда пера сюда зашел первых было очень темно на моем-то мониторе усевшим и все вот эти вот звуки меня очень настораживали не было ощущение что сейчас вылезет какой-нибудь страшный монстр будет писец так здесь берем чё-нибудь бросаем и все кстати можно проверить сработает ли ловушка еще раз если вы вдруг замешкались и не успели пробежать второй раз она не срабатывает двуручный молот так двуручный молот и темно очень мне даже не представляю сейчас как этот носивший монитор и сюда добрался здесь мы видим не какое-то странное зелье силы да немножко необычное хотя но у нас уже имеется в наличии а нет у меня его не стало хотя я его не расходовал нигде ладно выбрасываем так называемый это ган берем ледяной топор да может показаться что оружие бесполезное для данного уровня атаки часа два всего но на это мы внимание особо не обращаем оружие ледяной топор атака леденящий удар делается очень просто защиты практически у нас не снимает одно из лучших оружие вообще в игре в принципе с этим топором можно вообще всю игру дальнейшую проходить так здесь я сохранюсь потому что здесь есть то ли бак в этой игре то ли чё и после того как поднимаешь зелье у меня случались моменты когда я не мог отсюда выбраться закрывалась а вон она дверь она и закрывается все капец похоже опять то же самое случилось вернее она должна открыться сейчас да но эта дверь у меня почему-то не всегда открывалась все таки значит это был бак самой игры видимо какой-то из версии что я оказывался заперти то есть видите да какой-то пор тут у него и атака 62 но спец атаку у него то есть даже по скелетам бьет довольно сильно учитывая то что это режущее оружие а не дробящее ага так что там за дыхание я слышал и а и а и и и и и оп-хлоп тига 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 не надо парик так скажу что опа тига 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 конечно было неприятно блин я так это я так и знал это конечно можно было это предотвратить но не получилось это тига 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 спокойно да поначалу может показаться что эти скелеты здесь будут бесконечные ты его убил это скотина что тига тига где 2 я 2 не вижу один что ладно один так один все что ли да красивое оружие ледяное особенно своих спец атаках как мы здесь еще не были да да слишком но чё делать будем чё чё придется зелье силы пить как ничего не выбрали придется пить зелье силы потому что иначе мы не сможем взять медальон если мы не возьмем медальон мы дальше не пройдем так пока у нас или силы можем по-быстрому сипа перебить тига 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 отмена ударами отлично замечательно уйди застревание в трупах это всегда неприятное дело тига 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 вот это вот не надо попробуем сохранить опыт и не попасть при этом под удар успокоились нет не успокоились вот неугомонные скелеты эти серьезно сколько вас здесь все что ли угомонились ладно что же идем дальше кстати да здесь лежит ледяной посох ну это у нас для амазонки должно быть тем кто с этой игрой не знаком и видит ли он прохождение впервые сейчас должен быть заинтересоваться где же ледяное оружие для гнома и рыцаря не все сразу очень богатый уровень на опыт на опыт как нам досталось здорово бути буга кусок нелятина прилетел а ты чё кстати почему я бессмертен это после этого зелья сомнительного мне просто это глю какой-то был ничего получено достижение дефидзе гурян что-то там такое опаловый ключ давайте возьмем это бирс белый опал идеальной чистоты хранитель гробницы меча закаленный и вырезанный из скалы кристалл как символ чистоты вечных горных снегов получено достижение фартасов немруд предательство и верломство проникли в ледяную крепость ее обитатели оказались во власти могущественного демона и потеряли рассудок но бир на белый опал удалось спасти и заключенный в кристалл он сохранил свою чистоту щели орлока это естественный проход между горами образующими границу между древними королевствами и северными степями в прошлом эти горы служили первые линии обороны королевств и от них короли завоеватели отправлялись в набеги на далекие богатые северные земли однако со времен последнего из этих набегов прошло уже в дни предшествования войне меча там был спрятан один из драгоценных камней из легендарной гробницы меча но какая его постигла судьба остается неизвестным так здесь нам намечая здесь нам их намекает на то что мы сейчас валимся вообще нам намекает что здесь спрятан еще один камень магический ну на этом мы будем с вами завершать эту нашу серию пишите оставляйте свои комментарии в общем всем здравия счастья побольше позитива хорошего настроения приятного просмотра и до встречи пока пока